Музыка Веры Музыка Веры Посвятить себя композиции в национальном духе С опорой на русскую музыку Народную и церковную На русские сюжеты и темы Могучая кучка Как называла себя группа композиторов-единомышленников Сложилась в Петербурге Между 1857 и 1862 годом И вот Милий Алексеевич Балагирев Стал ее руководителем Как творческое объединение Она просуществовала сравнительно недолго Однако оказала огромное влияние На русскую культуру К этой группе присоединились Самые значительные композиторы Российской империи того времени Римский, Корсаков, Бородин, Мусоргский, Кюи И вот в 1863 году Балагирев основал Бесплатную музыкальную школу В противовес Петербургской консерватории Он много выступал как дирижер Регулярно знакомя слушателей С ранними произведениями своего кружка В 1867 году Балагирев стал дирижером концертов Императорского русского музыкального общества Но вскоре, через два года, был вынужден оставить этот пост В 1870 году Балагирев пережил сильнейший душевный кризис После которого он в течение пяти лет музыкой не занимался Подробности его жизни в этот период нам неизвестны Но претерпевать ему приходилось много скорбей И житейских, и материальных, и духовных Сейчас мы послушаем с вами В исполнении хора духовенства Санкт-Петербургской епархии Песнопения Балагирева Достойно есть Известное многим как Киевский распев Песнопения Балагирев Санкт-Петербургской епархии Санкт-Петербургской епархии Санкт-Петербургской епархии Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Балакирев остается в верном школе до конца жизни. В эти годы Балакирев создает такие значительные произведения, как симфоническая поэма «Тамара», много музыки для фортепиано, романсов, песен. Господь вел Милия Алексеевича к себе непростым путем. Начинается сложный и трудный период в жизни Балакирева. Композитор подвергается гонениям и клевете. Это наносит ему психологическую травму. И на несколько лет он перестает писать. Устраивается на работу простым служащим и дает частные уроки музыки. Но, как известно, чем сильнее скорби, тем ближе Бог. Мы не знаем, как, при каких обстоятельствах. Но встреча эта в жизни Милия Алексеевича тогда, в эти тяжелые годы, произошла. Сейчас прозвучит тропарь Пасхи Балакирева, в исполнении мужского хора, патриархии, регент и романах Амбросий Носов. Христос воскресе из мертвых, Смертью смерть под прав, Смертью смерть под прав, Исущий воробе живой дорогой. Христос воскресе из мертвых, Смертью смерть под прав, Смертью смерть под прав, Исущий воробе живой дорогой. Христос воскресе из мертвых, Смертью смерть под прав, Смертью смерть под прав, Исущий воробе живой дорогой. В этот тяжелый период жизни, Когда усилилась нужда, После смерти отца, Сестры-сироты требовали его заботы. Отсутствовали рядом друзья, Музыка не сочинялась. Но именно тогда Господь открывает себя Балакиреву. Он становится в глазах окружающих Очень набожным человеком, Собирается даже уйти в монастырь. Но хотя это не осуществляется, До конца жизни он остается одиноким человеком. Увлеченным творчеством. Постепенно приходит в норму Его душевное состояние. Сейчас еще одно известное Пасхальное песнопение Балакирева «Святилин» «Ангел вопияше» Поет хор санкт-петербургских духовных школ. «Ангел вопияше» Поет хор санкт-петербурга «Святилин» 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Он улучшает систему преподавания в капелле, усиливает научную составляющую в преподаваемых дисциплинах, приглашает преподавателей Римского-Курского, организовывает оркестровый класс, значительно повышает качество жизни учеников, строит новое здание капеллы. В 1894 году Балакирев оставляет руководство капеллой и выходит на пенсию с солидным денежным обеспечением, и с этого времени он мог наконец всецело посвятить себя творчеству. Одно из исполняемых сейчас многими хорами песнопения Мире Алексеевича Балакирева посвящено Богородице. Текст его входит в православные богослужебные книги и исполняется в Акафистную субботу, в субботу пятной седмицы Великого Поста. Праздник также называется Похвала Просвятой Богородицы. Его содержание – прославление Девы Марии, ставшей, согласно ветхозаветным пророчествам, Матерью воплотившегося Бога. «Свыше пророций, тя предвозвестише от раковицы, стамну, жезл, скрижаль, кивот, свечник, трапезу, гору несекомую, золотую кадильницу, искинию, дверь непроходимую, палату, лестницу и престол царев». Послушаем сейчас его в исполнении мужского ансамбля «Ковчег» из Нижнего Новгорода, родины Милия Алексеевича. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дорогие радиослушатели, время нашей передачи подошло уже к концу. Благодарю вас за ваше внимание. Прощаемся с вами до следующей встречи. Передача «Музыка веры». С вами был священник Георгий Галахов. Всего вам самого доброго. Милости Божией. Музыка веры.